Машину, Рижские улочки, где еще недавно можно было бесплатно припарковаться, скоро станут платными. Так Рига Сатексмы борется за порядок на дорогах. Тему продолжит Алексей Гусев. На углу Барона и Артиллерия в сторону от центра еще можно оставить машину бесплатно. Но скоро все изменится. Рига Сатексмы увеличивает число платных парковок на 150. Платить за стоянку придется и на этом перекрестке. Как видно, на улице уже красуется парковочный аппарат. Правда, он пока не работает, но это не мешает кому-то закидывать туда мелочь. По делам приехал, машину поставить. Смотришь, автомат ближе подъехал, быстро кинул деньги и ушел. В данном случае нигде нет знака, что не работаю. Но не все, как Янис, готовы платить за парковку. Те, кто останавливался здесь постоянно, теперь ищут другое место или пытаются найти еще какой-то выход. Я не буду здесь ставить. Будем договариваться с хозяином дома. Пусть тогда лучше я плачу какую-то копейку, скажем, хозяину дома и загоняю во двор. Я каждый день паркуюсь по раз 30. Каждый раз надо платить за это. Ну, отлично, больше не останется ни одного места бесплатного. Я должен куда-то идти, брать деньги там, менять, потому что в автомат там 5 лат не засунешь. В Рига Сатексме объясняют, платные места нужны для того, чтобы улучшить движение в городе. Мол, многие оставляют машину на улице на несколько дней, не позволяя парковаться другим. Из-за этого и туристы в городе не могут подъехать к интересующему их объекту. Это делается с целью оптимизировать организацию транспорта, потому что сейчас там все равно оставляют люди автомашины, например, на месяц, на два, и те, которые приедут, сами рижиане или гости Риги, они не могут положить автомашину на какое-то время, чтобы посмотреть место, какие-то красивые или музеи в Риге, потому что там весь день или месяц стоит автомашина. Проехав по улицам, где хотят сделать новые платные парковки на благо туристам, мы не обнаружили шедевров архитектуры, которые бы бросались в глаза. Да и вообще эти районы трудно назвать туристической меккой. Паул Стимрадс, эксперт по вопросам транспорта, не согласен с тем, что платные стоянки улучшают ситуацию на дорогах. Когда едешь, то разница небольшая, уплачена ли за парковку автомобиля, который занимает дорогу или нет. Эксперт делает вывод, так Рига Сатексме решила заработать на водителях. По-настоящему разгрузить город могли бы стоянки типа парк-энд-райт, но их почему-то никто делать не спешит. Если эта стоянка будет за какую-то плату, это тоже нам ничего не дает. Мы же все равно приехать не можем там. И почему-то очень хорошо развиваются эти платные стоянки по городу, дальше от центра, все дальше и дальше. Но никак не развиваются эти парк-энд-райды, эти большие стоянки. Как-то вот эта проблема никак не сходится. Надо бы делать такие большие, где там поезд рядом и большие автобусные остановки. И делать эти парк-энд-райды, где все могут доставить машину, никому не мешает. Платная стоянка появится. На улице Баруна, на участке от Артиллерияс до Перневас. На Артиллерияс от Бривибас до Чака. На Матиса от Чака до Авату. На улицах Аннос, Дайнос и Антеннос. Изменения вступят в силу постепенно. До 27 мая работники Рига Сатексме должны установить все аппараты и соответствующие дорожные знаки. Алексей Гусев, Игорь Никитенков, Михаил Рыжков, телекомпания ТВ5. Пустили новый поезд Рига Гулбане. Железная дорога. Хотела отметить этот праздник весело, с креативом, но не знала как. Поэтому организацию мероприятия довели студентам. Как вышло в поезд? Продолжение следует...